Ваша главная проблема — это усталость, вялость, нет сил. Это означает, что не хватает энергии праны. Прана получается от контакта с воздухом. И нужно также движение, волевое усилие, потому что если вы будете ходить просто, вы не включитесь. Когда человек не включается, волевое усилие не совершает, нужно, чтобы воля включилась ваша. Когда воля включается, идет контакт с природой. Когда вы просто идете, никакого контакта нет, вы находитесь внутри влияния планет злых. Когда вы побежали, вы как бы над собой усилие сделали, поплакали. «Ой, не хочу бежать!» и побежали. И в этот момент вы начинаете побеждать судьбу. Вот у меня сегодня такой был момент. У меня сейчас тяжелый период идет, и я с утра не хотел йогой заниматься. Я думаю, не хочу. Просто одно упражнение на пять минут сделаю, и все. И начал делать, включилась воля. Воля включилась, начал продолжать. В результате два часа занимался, и силы получил. Я хочу, чтобы вы для меня тоже были примеры. Хорошо, я вам стараюсь. У меня же тоже должны быть примеры какие-то. Мне же тоже надо как-то выживать. Так, ну кто у нас? Ну вот мужчина в пиджачке. Давайте будем чередовать мужчина и женщина. Спасибо вам большое. Ну прям спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Я вас уже очень долго слушаю. Да, это серьезно. Не надоело? Ну я вас поменял немножко, естественно. Я, значит, сейчас просто хотим выводить. Ага, ну вот это лучше, да. А то одного и того же, пять лет это с ума садись. Да, череда раз вас, я и вас уже слушаю, я очень люблю. Хорошо. Мне очень близки, по духу даже в обществе. Я и важно, что это лучше чем-то садись. Вопрос такой. Я в последнее, наверное, время, когда наш класс в обществе, я поражение начинает полную жизнь. И я заметил изменения, очень тяжело идут. И каждый раз, мы все лучше замечали, да, и самостоятельно, так и так далее. Но проблемы очень много. Вопросы тоже. Ну, все следи. Одна из наиболевых, которые надо, это... Я думаю, что... Я просто даже нашел в нем какой-то уже... Вы нашли в нем счастье. Да, можно сказать, счастье нашел. Но я понимаю, что я уже готов к семейному отношению. Не, не готов. Ну вот. Как будто бы я понимаю уму, что... Знаете, почему вы не готовы? Потому что вы в женщинах ищите совершенство. Вот вы правильно. А надо искать в них просто вот человека, которому бы я готов служить был. Который бы меня мучил, и я бы был согласен на это. Вы сейчас с Богом торгуетесь через меня. Просто я мужчина, понимаете, молодой, как вы уже передали, что все зашкаливает меня. Вы с Богом торгуетесь через меня сейчас. Я должен участвовать в этом или нет? Как мне быть? Просто есть... Мне участвовать надо, да? Обязательно. Или вы без меня это будете делать? Я не знаю. Просто хотелось бы узнать отношения, в принципе, как это можно избежать. Надо просто жениться и все. Как я тебе говорю, у я же еще после этого готов. Ну тогда встречайтесь. С кем? Девушки не замужем есть? Давайте поднимайте руки. Сейчас будем смотреть совместимость. Проблема в том, что я не хочу что-то разнять. Ну поднимайте руки. Кто без замужем? Хотели же все замуж? Что такое? Вами не знают, с кем встречаться. Просто вам как меня знакомят, я знакомил девушек, и они с ней уже... Ой! Вот девушка сзади, вот у вас... Сколько вам лет? Вы, вы, не отборачивайся. Да. А? Ну вот вон, вон та вон сидит, вон сзади. Вот она поднимала, да, вот она поднимала руку. Сколько лет? 27. 27? А вам сколько? 28. Нормально 27 вам или много? Вы хотите старше, чтобы помладше была, да? Помладше. Не подойдет 27. Кто младше у нас есть? Пока не пришли, короче. Младше пока не пришли. Ну, в общем, я могу вам выбрать из зала девушку, если хотите. Я сюда пришел не только для того, чтобы помочь у вас. Мои интересы. Я честен и искренен, поэтому я всегда открыт к новому общению, понимаете? Вот. И если я здесь вдруг встречу девушку, я не пропущу ее, и не пойму меня. Но опять же, у меня-то тут проблема такая, что вроде изобретение есть, понимаете, и... Знаете, в чем у вас проблема заключается? Проблема заключается в том, что вы не хотите жениться, а хотите наслаждаться жизнью. Все. А это противоположные вещи. Потому что развитие мужчины, когда мужчина одинокий, он не может развиваться. Духовная практика в монастыре, пожалуйста. У вас есть два варианта. Или в монастырь, и там духовная практика, если вы одинокий. Или жениться и развиваться, когда вы женаты. Потому что мужчина, который не женат, развиваться не может. Потому что он не несет ответственности. Мужчина, на котором нет ответственности, это ленивый мужчина. Он не может себя ничего заставить. Он просто наслаждается жизнью. Все. Это ленивая жизнь. Она никогда мужчине не даст никакого развития. Она бесполезна. Или пускай на вас виснут сначала одна девушка, потом еще дети. Пускай все виснут на вас. И вы будете развиваться в результате. Она вас разобьет. Сто процентов. Вот. Это один вариант. Второй вариант. Просто бестолковая жизнь. Можно философствовать, говорить, я не нашел, не могу, там и то, и все, и пятое, и десятое. Я уже эту песню слышал много раз от многих людей. Вот. Вот она бесполезна. То есть, или вы просто говорите себе, все, хочу взять ответственность. И Бог даст сразу человек. Ждете, потому что вы не хотите жениться. Девушки не будут вот бегать к вам. И, ой, возьмите меня замуж. Они так не будут целисти. Потому что я недостаточно хорошо зарабатываю, поэтому пока еще нет. Да, что при чем зарабатываю? Вы не зарабатываете, потому что нет ответственности. Когда на шее будет висеть, тогда будет зарабатывать. Что для себя-то зарабатывать? Я помню студентам жил там. Макарон сварил, в холодильник положил. Потом отрубил кусок. Пожарил, съел. Все, больше ничего не надо. Вдать день. Что зарабатывать? Когда семья, она душит же, жена, дети душат, все душат. И все, ей придется зарабатывать. Вы как человек мистического характера? Я вам все сказал, как человек мистического характера. Когда у меня? У вас сейчас хороший период идет. И вы в любой момент можете познакомиться с девушкой, подойти, познакомиться, общаться, жениться. В любой момент можете. Но вы не хотите расстарбаться со своей расслабухой. Нет, не привык, просто не хотите. И это вас разрушает вашу жизнь и будет разрушать дальше, без всякого сомнения. Уже один признак этого разрушения был в вашей судьбе. Когда человек живет, один мужчина без ответственности, он склонен к авантюризму всякому, всяких глупостям. И вы уже попадали в такую ситуацию, чуть не залетели. Это будет дальше продолжаться так же, пока вы не поймете, что вам надо просто брать ответственность за женщину. Все. Спасибо вам, что выслушали. Я такой старее, наверное, злой стал. Говорю такую правду тяжелую. Правда всегда тяжелая, к сожалению. Меня обвиняют, говорят, Олег Геннадьевич. А, в этом я как-то открыл интернет критику про себя, люблю читать. И там написано. А критиканка, там кто-то говорит. А, давим до слез женщину в очередной раз. Ну, то есть, думаю, неужели я такой злобный маньяк. Вожу всех до слез. Я просто хочу людям помочь. А помощь, она всегда имеет горький вкус. Она не имеет сладкого, к сожалению. Я не могу сладкого ничего сказать, чтобы помогло. Это не работает просто. Может, сладкое все, человек сам про себя знает. Ну, давайте вы, наоборот. Вы женщина, да? Вы знаете, лучше всего любые практики совершать под руководством. Ну, значит, это не ваше, что поменяйте что-то. Спасибо. Значит, это не понравилось что-то, значит, это не ваше. Делать что-то другое. Вы неправильно, наверное, занимаетесь, понимаете. Когда вы напрягаетесь, что-то делая в духовной жизни, то это может привести к перенапряжению. Нужно стараться концентрироваться в любви, а не в напряжении. Есть два вида концентрации. Есть концентрация любви или памятой любви, а есть концентрация попытки напрячься. Ну, то есть напряжение приводит к болезням, а любовь к здоровью. Ведь я как наставник вам дал совет. Поэтому говорю, под совет под руководством наставника надо заниматься. Передайте вот женщине дальше. Я хотела бы вас попросить благословения. Доброе посадие, да? Может быть, мне не понравилось. Поддержка. Да. Какая вам у вас проблема? У меня, ну, у меня, наверное, может быть, и нет. Таких проблем на сегодняшний день. А может, и так много. Вы сомневаетесь в чем-то? Да. В чем сомнение? В чем сомнение? В правильности поступаем. Ну, я пока не знаю поступков, я не могу оценить их. Я не знаю поступков, как я. Вам просто дать поддержку, чтобы... Да, да, да. Я вам скажу, как. Надо слушать голос человека, святого человека в молитве. Слушать и молиться вместе с ним. Во время этой молитвы вспоминайте поступки и мысленно спрашивайте, нравится ему этот поступок или нет. И через молитву, через звук того, кто молится, вы почувствуете ответ, что правильно, а что нет. Я так всегда делаю. Мой сын мог получать, а он меня подвершил. Могу я задать этот вопрос? Мы находимся на расстоянии. Да, тепло к нему ваше идет, то есть любовь. Я вам помогаю? Да, тепло к нему своим, вот как вас идет, любовь такая, тепло, ему легче, он успокаивается под вашим влиянием. Сейчас напряжен? Да, очень сильно. Он успокаивается, расслабляется от ваших влияния, я это вижу, точно могу. Да. Помогает. Да. Вот, например, вчера помогали, во второй половине дня. Ну, как же я? И вот у него шла, тепло от вас, такая поддержка, ему спокойно становится. А вот у вас, что я нахожусь на расстоянии не нужна? Это не имеет значения. Это не имеет значения? Вообще никакого. Ум так устроен, что между умами людей вообще нет никакого расстояния. Когда мы кого-то вспоминаем, в этот момент мы с ним контактируем в долю секунды. Даже если он на другом конце земного шара находится или вообще находится далеко-далеко от земли, нет расстояния. Я серьезно это изучаю. У меня есть разные варианты. Я тоже смотрю, думаю, настраиваюсь на людей. Я чувствую тонкое тело хорошо людей. Поэтому я могу точно утверждать, что расстояния нет. Я даже чувствую вашего сына сейчас хорошо. Он очень напряженный человек, но у него, по-моему, хорошая память. Он сосредоточенный такой, концентрированный, очень обходительный, по-доброму себя ведет. Я чувствую этого человека, но он обидчивый, срывается. Он очень сильно обидчивый. Я чувствую, что он даже сейчас поддерживает, что вы ему даете. Конечно, если вы имеете знание, что происходит, конечно, будет больше времени. Ну, что-то конечный результат дает веру. Но вы в процессе находитесь, поэтому вам нужна поддержка, я вам сказал. Точно вы ему помогаете, 100%. Если в процентах говорить в помощи, то от его событий вы где-то на 25-30% меняете его события сейчас в своей поддержке. Это хорошо, это хорошее показание. Вот девушка сзади, руку так сильно поднимает, нагнулась аж. Вы, да. Да, вы, да. Давайте с вами поговорим. А вы ближе микрофон чуть-чуть отнесите. Я слышу, да. Я заметил, что он не может быть живым, но он не может быть живым. От нас выберем, что брат, мой старший. Для того, чтобы у вас было больше веры в Бога. У вас идет тяжелый период, сейчас этот период уже заканчивается. Самое тяжелое было 5 месяцев назад, 6-7. Ну, то есть, долго период длится. Сейчас уже он слабеет, уже не так тяжело. Вы уже можете, по крайней мере, работать над собой, у вас есть силы какие-то, что-то делать. Вот, только вот та система, которую я вам показал, звук слушаем, повторяем вместе. Вот эта система вам поможет. Вы делаете это все? Слушаете голос, молитесь? Сколько в день времени вы на это тратите? Очень мало. Сколько? Ну, это вообще ноль. Ну, то есть, если вы будете тратить хотя бы 50-60 минут, вы будете чувствовать серьезные изменения в своей жизни. А 10 минут это только для поддержания настроения. Вы поймите, что сейчас, на данном этапе вашей жизни, вам не надо пытаться вербально, то есть, словесно, с кем-то пытаться устанавливать какие-то отношения. Это все абсолютно бессмысленно, потому что у вас нет на это сил и у них нет на это сил. То есть, у вас совместно в семье идет тяжелый период, сразу нескольких человек, энергии для счастья нет. Поэтому, если вы сейчас будете пытаться с кем-то разговаривать, это будет только истощать еще больше и терять силы и он, и вы. Нужно просто делать то, что я вам сказал. Вы не делайте это просто из душевной лени. И все. Я так вижу, что у вас день минимум полтора часа свободен. Каждый день. Вы можете тратить это время на молитву, но вы не хотите. Просто ленитесь. А? Конечно. Все же остается еще делать. Ну, вот вы давайте. Да, да, вы. Сегодня будем по вашей теме сегодня говорить. Сегодня будем об этом сказать. Ближе микрофон. Что-то у нас сегодня по микрофону звук слабовато идет. У нас есть общий звук. Надо подпиши погромче. А, ну, попытки развода у нас было много. Наверное, даже раз 15 минут для них. О, получше сегодня, спасибо. Раз 15 минут поделают. Сейчас уже терпение лопнуло. И вот не знаю, правильно ли люди делают. Что делаете правильно? Ну, разводите. Нет, конечно. Что-то правильное. Вы просто путаете. Смотрите, если вы, допустим, решили наказывать близкого человека, ну, поживите отдельно, зачем разводиться. Люди путают. Они думают, если я живу отдельно, значит, я бросил. Это совершенно разные вещи. В Священных Писаниях разрешается жить отдельно, ставить условия, на которых вы хотите жить с человеком. А просто разводиться, ну, что толку-то? Не для него толку никакого и не для вас. Вы привязаны друг к другу. У вас много общего в жизни. Но и вон останется один, никого не найдет себе. И вы никого себе не найдете. Так и будете жить, делая вид, что вы развелись. Понимаете? Бог разводит людей и сводит. Вас он не разведет точно. Вы ничего не поменяете в жизни этим разводом. Не найдете нового человека, ничего не поменяет. И он тоже ничего не поменяет. Он к вам привязан, этот человек. Вы к нему привязаны. Что вы хотите добиться? Чего вот этим разводом? Я все понимаю. Просто вы поймите тоже, что вы хотите воспитать человека сейчас. Ну, воспитывайте его, живите отдельно, ставьте условия. Причем развод. Зачем нужен развод для этого? Он говорит, что я все понял. Действительно, он понял, что так не сябжит. Ну, поймите, что мужчина так и понимает. Вот он говорит, я все понял. Начинает пробовать как надо. Потом опять его скашивает. Опять раздельно живем в тайном условии. Опять все понял. Но вторая попытка ему получше, покрепче. И так постепенно он выкрапкается. Пять раз уйдете от него, поживете отдельно. И на шестой он уже будет получше. А с кем-то вообще официально разводится? А вот сейчас кто наоборот у нас скрипит все, вяжет, то есть слишком сильно. С кем-то вообще официально разводится? Зачем? С кем-то недели у нас уже официально разводится? Зачем разводится? Ну, он понял, что действительно, ну, знаете, что... А если Бог вас накажет за это, что тогда? Чтобы человек понял, нужно жить отдельно и ставить условия. Если вы разводитесь, разрушаете отношения, которые Бог вам дал, то не только он будет понимать, так же и вы. Вы что думаете, что вам все позволено? Вы сейчас разрушаете семью. За это будет наказано, сто процентов. Я даже знаю, как. Как? Хотите узнать? Для вдохновения? Не будете потом говорить, что я вас прокляю? Потому что некоторые так говорят потом. Конечно, накажут, сто процентов. Я даже знаю, как. И знаю, когда. Сказать? Вы хотите проверить мои способности, да? Хорошо, я сейчас скажу. Вы когда разъедетесь, он будет сначала мучиться, но недолго. Вот развод через неделю, потом он мучается два с половиной месяца. После этого находит в себе женщину и живет с ним. Все. Вы остаетесь одна. Вам найти себе кого-то... Ну, если через три года повезет, хорошо. Может быть, и не повезет. Потому что семья создается для женщины в основном. И через женщину, через семью отрабатывает карму. Поэтому женщине создать семью крайне сложно, мужику вот так. Без проблем. А вообще, это не очень важно, чтобы вместе все будет хорошо наложено? Конечно, почему нет? И действует? Просто, понимаете, проблема в том, что вы не понимаете, что такое строгость правильная. Вы или злитесь на него, как бы орете, или прощаете и позволяете. А строгость означает, по-доброму надо строгость овести. То есть, надо учиться терпеть, прощать и быть строгой. Вот тогда он начнет развиваться. Когда вы кричите, он как психует. Когда вы терпите, он наглеет. Это ваша проблема, не его... Вы не умеете воспитывать близкого человека, который... Да, я не знаю. Он слишком добрый, и он очень много прощает. Вы думаете, что человек понял, слишком правильно, но... Но это означает, что вы не понимаете, как мужская природа устроена. Никогда не нужно верить, что мужчина понял. Пока вы не верите, что он понял, он будет развиваться. Как только поверите, он расслабится. Это касается даже не взрослых, а даже детей. Допустим, мальчик маленький, ребенок. Допустим, на бедокуре. Мама ему строго сказала, делай вот так. А он говорит, мамочка, я все понял. Если она ему поверила, он будет делать, как делал раньше. А если она не доверяет ему в этом, он будет изменяться и будет делать, как надо. Как только она поверит, он опять обнаглеет. С мужиками вот этот доверительный способ жизни вообще не прокатывает. Потому что мужчина, он упертый, он никогда не будет на чужой совести развиваться. Ему нужно по башке дать, чтобы судьба по голове дала, тогда он развивается. А так он не развивается. Вот вы сейчас решили разводиться с ним. Отлично. Он сейчас все понял уже, все классно. Классно. Он сейчас мучается. Вот хорошо, заберите бумагу назад и поставьте условия четко. Если он чуть-чуть нарушает, сразу выезжайте, отдельно живите. А разводиться не надо. Такая корова нужна самому. Не выдаешь за ним, не станет рука. Зачем своего мужика чужой тетке отдавать? Какой смысл? Ваш мужик, вы его и как бы воспитываете. Зачем отдавать чужой воспитывать тетке своего мужика? Потом будете локти кусать. Локти кусать пробовали? Ну тогда забирайте назад бумагу. Что, спасибо? Вот смотрите, она не хочет забирать. Не хочется, не хотите? Упрямая, как баранка. Не верите? Тогда зачем вы со мной общались все это время? Зачем? Вы меня подбеспокоили. А? Вот делайте, как я вам сказал, иначе будете хлебать не соломо. Видите, часто люди от меня что-то хотят. Я им даю это, они не берут. Я не понимаю, зачем, почему так. Она говорит, спасибо за совет. Но смотрю в глаза, а там ничего нету, никакой реакции. Просто тупое желание разрушить свою жизнь и все. Ну вы поймите, что вам хуже будет, а не ему. Ну поймите, ну какой нормальный человек делает то, что разрушает его судьбу. Ну какой нормальный человек так действует, скажите. Ну кому будет хуже? Ну скажите, ну неужели вы думаете, что ему будет хуже от этого развода? Да он найдет себе молодуху какой-нибудь и будет наслаждаться жизнью. Я вам тут сто процентов просто говорю, даже не девяносто девять. А вы никого не найдете. Так зачем терять то, что Бог дал? Вот скажите, разве это разумно? Не гордитесь собой. Будьте сувереннее в жизни своей судьбой. Она не шутит. Сейчас Бог через меня вам дал последний шанс. Одуматься. Поэтому я вас просил. Не думайте, что это случайность. Все пробило. Слава Богу. Сейчас будет думать долго. Она еще не собирается бумагу забирать. Она будет думать еще дня два. И молиться надо. Думайте, молиться, молиться, молиться. И Бог в сердце вам подтвердит все, что я сказал. И тогда пойдете уже туда, надо идти. Знаете, в чем проблема? Проблема ведь не в бумаге, а в том, что люди часто не хотят казаться, ну, люди не хотят проигрывать. Вот знаете, лучше победить и попасть в капкан. Или сесть в тюрьму, но победил, но зато победил, понимаете, как классно. Не унизился. Вот сел в тюрьму и не унизился. Осталась одна, но зато не унизилась. Классно. Классно. Теперь вопрос только один. Кто унижается-то? Тот, кто проигрывает, тот и унижается. Выиграете вы в этой ситуации или проиграете. Вот какой вопрос вам надо задать своей судьбе. Униженный остается тот, кто проиграл, а не тот, кто выиграл. Сделала, как я хочу. Замечательно. Что дальше? Вот в чем вопрос. Вопрос ведь не в том, что вы его так, вы его наказали. Классная идея. Подать заявление на развод и потом забрать его. Супер идея для воспитания мужика. И много-много раз ему говорит, что нет, не заберу, все, разводимся. Понимаете? Ну, для воспитания мужика суперная идея. Но потом идти и разводиться, это не суперная идея, точно. Точно не суперная. Вот, женщины, послушайте меня. Вот это женское безумство, безумство, оно вот такую природу имеет. Женщина, когда она разъяренная, она прежде всего разрушает свою жизнь. Вот именно свою. На зло врагу. Не чужую жизнь, а свою, понимаете? Вот чаще всего так бывает. Всегда. Поэтому, женщины, вам урок сейчас, вот это вот то, что, почему открытая консультация, чтобы все получали пользу. Я чувствую, что еще два-три человека таких же здесь в зале сидит. Поднимите руку. Вот. Извлекайте урок из ситуации. Это для вас тоже. Для вас, для всех тоже. Ваш вопрос, да. Добрый вечер, Олег Иванович. В нашей семье сейчас очень сложная ситуация. Мой племянник сейчас лежит в больнице. У него там же он хочет протестепиться с фитостазами. Но в данный момент он не чувствует боли. Ну и что это ничего не значит? Ну, а исцеление? Нет. И что, помочь ему, ну, ничего мы не можем. Человек не обязан всю жизнь жить в одном теле. Он меняет тела все время. Жизнь вечной природы у меня. Вы хотите сказать, что? Я хочу сказать, что ему не нужно оставаться здесь, в этом мире. У него уже есть другие планы в его судьбе. Он должен попасть, пойти на высшие планеты. Он уже отработал всю свою карму здесь. Ему здесь делать нечего. Так что? Кстати, вчера мы вместе сидел. Ну, не мы в этой эпохе, но, к сожалению, он один настолько смог прийти сюда. Понимаете? А надо себя вести здесь? Во-первых, ему об этом не надо рассказывать. То есть, пусть спокойно все будет. Помочь невозможно, к сожалению. Потому что есть печать времени. Я чувствую на людях, когда печать времени стоит, помочь невозможно. Вести себя надо не перед ним как-то, а вести себя надо перед вообще этой жизнью. Надо понять, что... У меня сейчас подобная ситуация произошла, как у вас на днях. Такая же, как у вас точно. Надо понять, что человек живет вечно. Если вы будете в сердце молиться за человека, контактировать в молитве с ним, то вы не будете чувствовать... Ну, можно там в рубке сделать так, чтобы не снижать. Ну, наверное, это фон идет какой-то. Может... Чувствительность пониже можно сделать, наверное. Ну, давайте будет... Пусть будет не слышно чем-то свистеть. Чуть-чуть пониже чувствительность сделает. Нет, я так и не буду говорить вещи. Это неправильно. Вы не понимаете, что все эти слова, которые я сейчас говорю, они будут потом со злобой вспоминаться в вашем сердце или в сердцах других родственников. Я не буду говорить дальше на эту тему. Я просто... Ну, как бы... И вообще эти вопросы задавать... Ну, сможет он жить, не сможет. Старчий неправильно. Потому что что, я должен вас обманывать? И что? Какой выход? Я вам говорю правду, вы не можете ее выдержать. Обманывая вас. Вы будете верить в то, чего нет. Что мне делать? Запомните, что в этом мире не все происходит так, как мы хотим. У человека бывают более лучшие ситуации, чем здесь. Ну, то есть для него запланировано лучшее что-то, чем здесь. Понимаете? И только развитые люди это могут понять, и тогда они успокаиваются. Потому что мы привязаны друг к другу, близким, и нам кажется, что... Ну, здесь лучше всего. А может быть, это не так. Вот я вам сейчас об одном развитом таком человеке расскажу, и вы узнаете, что есть другое мышление, другое восприятие мира. Так, вы сказать? Один мужчина подошел ко мне, смотрит на меня, ну, это после лекции было, такой, видно, выстрадался сильно человек. Говорит, Олег Геннадьевич, у меня ребенок умер. Потом говорит, а за ним второй. Потом говорит, а за ним жена. Я, говорит, остался совсем один. Объясните мне, пожалуйста, в чем дело. Почему так? Это, кстати, ваша ситуация похожая очень. Он говорит, объясните, в чем дело. Мы всю жизнь молились, жили честно, правильно. Ну, так же, как этот молодой человек, тоже, в качестве ситуации. Говорит, ничего плохого в жизни не делали. Почему Бог забрал моих близких? За что? Я посмотрел на него, говорю, садитесь рядом со мной. Он сел, я ему говорю, вот смотрите, вы хотите знать правду или вы хотите просто страдать? Он говорит, нет, я хочу знать правду. Я не хочу страдать, я уже устал. Я говорю, Бог забрал ваших близких, потому что им уже пора жить в раю. Они не должны здесь на земле жить, здесь тяжело жить. Они отстрадали свое, и теперь они должны быть счастливыми. Они все втроем сейчас вместе счастливые. И вас ждут к себе. Ну, тоже, когда оставите свою, когда отработаете свою карму, пойдите туда к ним тоже. Будьте все вместе счастливыми. Он посмотрел на меня, вот так вот, на меня запрясся. Так его запрясло. Вот. И потом он говорит, Олег Геннадьевич, я это знал давно. Я это знал давно. Но почему-то не хотел в это верить, вот в эту правду. Клишком все просто получается. Спасибо вам, что вы открыли мне глаза на эту жизнь. Я теперь не буду страдать. Я все понял. Понимаете, люди очень узкое сознание имеют часто. И живут очень узкими интересами. То есть, у меня вот есть все, что здесь есть. И я не знаю, что дальше будет. Я не знаю, какие планы, какие планы Бога на нас. Мы ничего не знаем. И вот мы хоть мыслим своими категориями. Если это не получается в этой жизни, все так, как мы хотим, то мы начинаем сильно мучиться, страдать. Но у Бога свои планы на этого человека, понимаете? И его планы никто не сможет сейчас поменять. У него свои планы. Человек живет вечно. Он не живет вот в этом мире. Мы все покинем. Сейчас я вам сделаю предсказание, которое точно сбудется. Через 40 лет почти половина людей, которые сидят здесь, в этом зале, будут жить в другом месте уже. Не будут жить на этой земле, в другом месте уже будут жить. Это 100%. Ну, 40 лет – это ерунда, это совсем немного. Понимаете, то есть жизнь очень быстро меняется в этом мире. Я сегодня даже во время молитвы об этом думал. Я вспоминал свою жизнь и смотрю, все совсем по-другому становится очень быстро. Время идет и так, вот такая же была жизнь, теперь такая, теперь другая. Все очень быстро меняется. Я приехал как-то домой в Тольятти, пошел в свою школу, в которой я учился. У меня как бы память в это не осталось, какая она эта школа. Я прихожу, смотрю, школа другая совсем. Она не такая уже совсем. Во всех отношениях. Вот только остались стены такие же, окна даже поменяли. Все поменялось полностью за 40 с лишним лет. И энергетика другая совсем. И другие деревья растут, там только чуть-чуть, может быть, остались те, которые были тогда. Люди другие, учителя другие. Я хожу там, на меня смотрят, что я здесь делаю. Вот, а я там один из первых учеников в этой школе. И только отстроили, и я там учился. Я понял тогда, что нет уже той школы, в которой я учился. Все. Она осталась только в моей памяти. Больше ее нигде нет, кроме моей памяти. Все остальное другое уже. Так это произойдет с нами в этом мире. И тогда вопрос заключается в том, зачем же нужна эта жизнь. Она не нужна для того, чтобы все было хорошо, как мы думаем. Чтоб у меня все было нормально. Чтоб нормально я также и помер тоже надо, чтоб нормально. Так знаете, на эту тему есть такое смешное неудоб. Врач приходит в палату, и ему медстрах говорит, а такой-то больной уже все, ушел из жизни. И он говорит, а он когда уходил, потел? Она говорит, да, потел. Ну, хорошо, хорошо. Потел, значит, хорошо. Какая разница, потел или не потел? Не смешно. Но ему не понравился, а не думал. Понимаете? Все, что здесь происходит в этом мире, то, что мы ценим для себя, не является ценным на самом деле для нашей судьбы, часто не на один грант. Потому что ценностью для нашей судьбы является только то, что связано с победой над судьбой. Вот я, допустим, женщине сказал, вам надо бегать, чтобы побеждать судьбу. Она говорит, хотите это тоже бегать или нет? Нет, надо бегать. Если она будет бегать, это будет шаг к победе над судьбой. То есть она какой-то шаг сделает. И это запечатлится в ее жизни. Но если она будет молиться Богу, которая молитва, которая даст ей знание, что делать, как побеждать судьбу, тогда это будет не шаг, это будет уже очень большая дистанция пройденная. Понимаете? Сейчас, когда вы уже ничего не можете физически сделать, допустим, вы можете сделать очень много в сердце. Поймите, что мы бесконечно много можем сделать в сердце для помощи другого человека. Бесконечно много. Если бы вы знали, насколько, вы бы сейчас не спрашивали меня, не тратили времени. Вы бы просто все время делали это и делали. И тогда в вашем сердце вековала бы радость. Потому что та печаль и страдания, которые вы сейчас испытываете, она имеет только одну причину. Что вы делаете мало для него сейчас. В этом причине все. Что в такие минуты, когда человеку очень трудно, тяжело, близко, нужно много делать в сердце для него. А это означает опять, слушаем голос возвышенного человека и молимся. И постепенно в сердце возникает спокойствие. У вас вчера спокойствие возникло в сердце? Время молитвы. Не возникло. Не возникло. Это значит, что вы мало молились. Пять минут вам не хватает. Видите, вы говорите, вы не можете на чем-нибудь сосредоточиться. Видите, какой замечательный пример для сегодняшней лекции. Когда человек находится в стрессе, боль заставляет его думать только о боли. Больше ни о чем он думать не может в это время. И если он начинает слышать голос того, кто молится, и вместе с ним постепенно, его сознание постепенно начинает переключаться с боли на звук того, кто молится. И этот звук постепенно приводит человека к спокойствию. Ну, то есть энергия счастья приходит, сердце приходит медленно. Помочь какому-то другому человеку в это время – до свидания. Надо сначала помочь себе, потому что помощь всегда приходит через три круга жизни. Сначала ты должен себя привести в порядок. В этом твоя ответственность перед близким человеком. Потом ты должен в своем сердце настроиться на победу. На победу. То есть я не обрекаю вашего близкого человека. Я говорю, что победа возможна. Ваше сердце может ликовать по поводу него. Но вопрос заключается, какой результат этой победы, понимаете? То есть результат может быть не такой, как мы ожидаем. Может быть ему легче будет все эти этапы пройти, там и так далее, понимаете? Это тоже победа. Мы хотим счастья друг другу, но счастье оно бывает не всегда таким, как мне хочется. У меня был такой период в жизни, у меня тяжелый период был, я сильно молился, может быть по 8, по 9 часов в день. Молился о результате, который я считал правильным. И Бог дал совсем другой результат, хотя я чувствовал победу. И потом только через много лет я понял, что вот этот результат гораздо лучше был, который он мне дал, чем тот, который я хотел. Понимаете? Потому что я же не знаю свою будущую судьбу, я не знаю, как она устроится. Если бы то, что я хотел, произошло, моя судьба была бы неполноценной. А сейчас... Ну и Бог не дал просто этого произойти, потому что я же и молюсь, и он выбирает, что лучше для меня, понимаете? Вы понаблюдайте за этим человеком. Вот смотрите, последний год. Вы не заметили, что как-то он остыл ко всему, что происходит в этом мире? Ему как-то все неинтересно было. Разве не так? Возвращаться начал, а до этого что было с ним? Я не чувствую, что ему здесь что-то надо. Я вот чувствую, что ему надо что-то там. Ну, может быть, он из-за этого взялся и за кадр, наверное, в том числе. Конечно. Если человек взялся за молитву, это же не значит, что ему здесь что-то надо. Он начал заниматься духовной практикой, потому что мы душа, мы не тело. Молитва звучит всегда и везде, она нигде не расстается с человеком. Это самое главное, что у нас есть вообще в жизни. Многие люди этого не понимают. Часто ли человек так сильно погружается в жизнь вот здесь, что он забывает самое главное? Потому что есть два способа жить. Один способ – животная жизнь, а другой – разумная жизнь. Животная жизнь означает жить в страхе. Что такое жить в страхе? Это постоянная суета. То есть мне надо еда, квартира, машина, жена, дети. То есть я зачем все это делаю? Потому что я боюсь, чтобы жизнь была не была несчастной. То есть я постоянно забочусь о своей жизни здесь. Ну а жизнь здесь, в человеческом теле, разумное существование, предназначенное для того, чтобы я осознал свою вечную природу, что я вечный. А все, что здесь происходит, это просто дополнение, чтобы я не волновался. Так люди из-за этого дополнения тратят всю свою жизнь, а главного, ради чего жизнь есть, хотя бы пять минут в день, они не делают. И потом, когда жизнь заканчивается, они чувствуют, что что-то не то. А не то как раз вот в этом, что ты не настроился на то, что является главным. Ты сделал все второстепенное. Главное – ничего не делать. Так делайте сейчас главное, раз вам тяжело. Вот вы находитесь в стрессе, вы даже не можете сосредоточиться сейчас толком. Ну так делайте то, что я вам сказал. Вы увидите, как все поменяется. Обретете себя, поможете человеку, веру обретете и сильный глубокий опыт жизненный. Спасибо вам тоже, что вы слушали меня. Спасибо. Сейчас у меня тяжелый период идет по планетам. И поэтому, видите, Бог меня ставит в разные ситуации, в которых мне надо принимать решения. Он мне показывает разные случаи, где я должен быть строгим, вести себя бескомпромиссным. И я обманываю их. Мне дают выбор, что мне лгать или говорить правильно. И говорит, я не знаю, тоже обман. Я знаю. Мне такая ситуация была точь-в-точь, как у вас. Я тоже знал, что будет дальше. И мне пришлось вот этот поток страдания, вытерки моего близкого человека. потому что я не могу ему лгать. Говорю, что все будет хорошо. Жизнь есть жизнь. Мы не можем ничего здесь себе особо нас что-то рассчитывать, что не положено. Итак, поговорим немножко с вами о стрессе. Спасибо вам. Розы есть сегодня. Все, кто хотел розы, подходите и раньше. Итак, мы с вами поговорим сегодня о стадиях стресса, чтобы распознавать его в себе. Это важная тема, важная информация для жизни человека. Потому что не все понимают, что это такое, как он действует. Итак, мы говорили о том, что если я сильно надеюсь на что-то в этом мире, на то, чего нет, если я выбрал не ту цель в жизни, если я имею что-то в жизни, что не соответствует, ну, как главное, что не соответствует главному, тогда, несомненно, потеря этого, как мне кажется, главного приведет к тому, что моя нить, жизненная нить оборвется. Это не значит, что я оставлю жизнь, просто есть такие люди, которые живут, как будто бы не живут. То есть, они просто живут и не знают, зачем они здесь живут, как они живут. Они просто страдают, мучаются, им тяжело, им плохо, и они не видят из этого никакого выхода. Поднимите руку, у кого сейчас такая жизнь, честно. Все, кто поднял руку, вы находитесь в стрессе сейчас, в стрессе. Что такое стресс? Это когда человек проходит свои экзамены в жизни. Ну, практически каждый человек обязательно попадет в стрессе, потому что чаще всего без стресса верить в Бога не получится. Потому что вера – это такая неординарная вещь. Это то, что возникает в человеке в сердце через сильную боль, чаще всего. И вера прорывается в Бога сквозь жуткое страдание, в котором у человека есть два варианта. Или в этой страдании погибнуть, или все-таки веровать в Высшее, то, что спасает. Понимаете, проблема заключается в том, что стресс – это не игра с нашим воображением. Это действительно суровая штука, потому что если человек все-таки не принимает правила игры, то есть если он не хочет верить в Бога, не хочет в Высшие силы верить, то обычно это заканчивается печально. Длительная депрессия, она не приводит ни к чему хорошему. Это приводит к хроническим заболеваниям, может привести к психическому заболеванию, это может привести к тому, что человек уже потом вряд ли выкороткается из этого всего, потому что сил уже совсем не будет. Ну, то есть, понимаете, запускать эту ситуацию своим сердцем, когда человеку плохо, нельзя. Вот это, когда человек живет в депрессии, это не значит, что все скоро кончится, я таким же молодым и веселым буду. Нет. Депрессия разрушает жизнь человека, потому что, когда не хватает энергии счастья, от этого рушится здоровье, рушатся органы, вся система, которая обеспечивает нас жизнью, она не может долго терпеть вот это вот несчастное состояние. А несчастное состояние, оно возникает, и мы с ним ничего не сможем сделать. Оно вот часто люди ждут, когда же закончится стресс. А он может никогда сам не закончится, потому что нужны какие-то экстрагенарные усилия, какие-то усилия внутренние, направленные на обретение себя, своей веры в жизни, своего пути. Часто, вы знаете, люди бывают так влюбляются, что потом просто лишают себя жизни, когда лишаются любви. Это совсем неправильное мышление, это совсем не то, что надо. И такой человек, который такой поступок совершает из-за любви, из-за тяжелой ситуации жизни, разрушает свою жизнь, этот человек будет потом наказан судьбой, потому что цель жизни не упрямство наше, цель жизни — это знание. Человек должен обрести знание, как правильно поступать. Иногда правильный поступок, он не укладывается вообще в голове. Непонятно, что это правильно, вот именно так. Например, некоторые люди думают, что страдать за близкого человека, когда непреодолимая судьба на него действует, это и есть правильно. Ну то есть надо плакать за него, мучиться за него. И вот это правильно, это все помогает. Нет, это неправильно. Это грех так делать. Самое правильное — это думать о Боге, молиться и чувствовать победу в сердце за близкого человека. Каждую секунду жизни, когда ему непреодолимо тяжело, надо быть настолько сильным, чтобы отдавать ему всю эту силу и за него сражаться в своем сердце. Сражение означает работа памяти. Часто люди думают, сражение — это надо что-то внешнее колоть, пилить и в этом победа. Конечно, такие сражения тоже бывают, когда человек что-то внешнее делает, он как бы копирует внутреннее состояние. Например, некоторые для победы над судьбой бегут без остановки и чувствуют, что побеждают судьбу. Если кому-то плохо, они своим бегом помогают тому человеку. Такой способ тоже есть. Это работает, но это работает слабо. Надо понять, что самое сильное, что в нашем мире работает — это память. Куда идет моя память? Если моя память настроена на страх, страдания и мучения, это значит, что я совершаю грех. Если моя память настроена на звук молитвы, на святость, на чистоту, на духовность, и я не хочу отвлекаться от этого, потому что я знаю, что любое отвлечение приведет меня к поражению в судьбе, когда мне трудно, тяжелый период жизни, это и есть мудрость. Вот так мыслите жить. Даже когда я об этом говорю, вам уже легче становится, потому что именно эта же энергия через слова об этом идет. Энергия победы, энергия Бога. Поэтому или слушать о том, как правильно жить, или учиться правильно жить в трудные периоды жизни является самым главным действием, которое человек должен совершать. надо понять, что вера всегда работает. Допустим, люди по какой-то причине, допустим, не могут, не знают, кто такой Бог. Но если они верят, допустим, в чистые и светлые отношения с природой, с людьми, то через них тоже Бог действует. Когда люди очень чисто и светло воспринимают кого-то, через это тоже действует Бог. Но лучше всего не обманывать себя, а прямо непосредственно понимать, что надо настраиваться на святость. Вот те святые люди, люди священные, священные места, священное писание и так далее. Святое имя Бога, все это является силой, побеждающей нашу судьбу. Все это является такой силой. И если человек настраивается настраивается на эти разные источники в соответствии с его мировоззрением. Допустим, мусульмане не настраиваются на образ. Они зато настраиваются на звук. Или на священное писание настраиваются. В разных духовных традициях дают разные методики, потому что люди все разные. Нельзя сказать, что настраиваться на образ неправильно. Это правильно. Но для человека, который выбрал какую-то вот эту веру, допустим, мусульманскую, ему это не подходит. Потому что у него другое мышление, у него другой тип восприятия мира. И ему специально для него вот это священное писание говорит, вот так надо. Не надо образ никакой создавать, настраиваться на звук. Это очень мощный метод. Он работает. И так далее. То есть, но в других священных писаниях говорят, что надо на образ настраиваться для тех, кому это правильно. И поэтому путь к Богу, он непостижимо сложно понять чужой. Вот, допустим, ты чувствуешь, что классно вот так, и думаешь, все должны быть точно так же делать. Нет. В этом заключается непостижимая сложность. Поэтому, как бы, часто люди ни разу не понимают, зачем нужны другие какие-то веры, помимо моей. Это такой фанатичный настрой в жизни. Люди отрицают другие веры, потому что думают, только вот это самое лучшее. Но это признак незрелости. Бог дает людям разные веры, разные пути в зависимости от их природы, как устроено их сознание. Но, если говорить об испытаниях, то вот самое сильное испытание в жизни человека это стресс. Давайте поговорим о нем поглубже, чтобы вы поняли, почему так. Итак, первое, что происходит. человек, допустим, верил, девушка верила в мужа, муж ее бросил, ушел. Как вы думаете, если девушка верит в мужа, как в Бога, он может остаться с ней или нет? Конечно, кто считает, что может? Вы считаете. Сейчас я вам расскажу интересную вещь. вот если в вас девушка будет верить как в Бога, то эта вера, она сделает две вещи. Первое, так как вы не Бог, вы ей назад столько не дадите, сколько это, ну, когда в человека верит, он должен назад давать столько же, сколько берет. Вот, например, допустим, что такое вера, чем она от влюбленности отличается? Допустим, девушка поверила в парня, но она так сильно влюбилась, что в него поверила вместо Бога. Результат какой? Первое, она без него жить не сможет. Он должен быть постоянно рядом в ее сознании. Раз. Она не сможет принять от него ни малейшего предательства вообще. Ну, то есть, ничего, что не соответствует ее представлениям о жизни. Два, означает ревность, вот эти все последствия вытекающие. Дальше, она не сможет быть рядом с ним и без него. Ну, то есть, допустим, у вас какие-то дела есть, она вам не даст делать никакие дела. Она будет пытаться от вас взять все внимание постоянно. Теперь у меня вопрос. Кто из вас попадал в такую ситуацию, что в вас верили, как в Бога? Вот, любовь такая сильная была, что в вас, как в Бога, верили, и человек вот так такие отношения с вами строил. Так, вы еще кто? Есть? Вы еще? Вы? Вы согласны со мной, что это невыносимая ситуация? Согласны? девушка, согласны? А вы? Согласны? Все это откроем согласны. Ситуация невыносимая. Человек не может выдержать чужую веру. Не может выдержать. То есть, она просто раздербанивает на части, то есть, высасывает все силы. Поднимите руку, кто, вот, кого любили, вас любили, и вы не могли с человеком общаться, потому что все силы из вас высасывала и любленность этого человека. Поднимите руку. Вот это то же самое. Значит, он вас поверит, а не влюбился вас. Понимаете? Да. Вот это означает вера. И что, в этой ситуации возможно оставаться рядом? Нет? Молодой человек. Можно? Ну, честно скажу. А? Невозможно. Невозможно, да. Или он меняет свою любовь, то есть, успокаивается человек или все будет разрушено. Поэтому надо знать, что если ты поверил в кого-то как в Бога, в человека, то это означает один только вариант исхода. Только один. Это разрушение отношений. Все. Все уже четко, заранее расписано. Если ты хочешь верить в кого-то, что-то другое, не в Бога, всегда эта вера приведет тебя к поражению. То же самое, допустим, ты поверил в квартиру вместо Бога. Здесь сильно хочется квартиру. Что это значит? Это значит, что ты будешь совершенно неразумно заключать какие-то договора с какими-то банками, брать какие-то ипотеки. У тебя не будет никаких мозгов решения этого вопроса. и в результате ты попадешь в рабство и будешь испытывать жуткие страдания, потому что твоей этой верой будут пользоваться, чтобы выколачивать из тебя деньги. И ты будешь их, придется выколачивать из себя. Потому что это узаконенное мероприятие. И ты будешь мучиться, тебе нельзя будет ни в отпуск ездить, ни работу сменить, потому что надо будет постоянно платить, 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 платить и много лет а причина почему так просто твоя мечта которую ты хотел осуществить ну дай бог чтобы эта мечта была не такой слепой чтоб потом с ума сойти если чего не получилось да первая стадия стресса это кризис то есть человек пытается изо всех сил вернуть то что ему как он считает положено вот он поверил не в то что надо и эта вера естественно что это будет уходить из-под ног потому что ну верить надо только в бога понимаете никто бога не заменит никогда поэтому если мы пытаемся тянуть что-то из чего-то как из бога то это всегда от нас уходит неизбежно вот так устроен этот мир результате ну допустим мать верит как бога в своего ребенка что дальше ребенок ее бросит нет но и не просит не будет сильно психовать рядом с ним будет злиться даже если он маленький совсем ребенок он будет злиться не подпускать ее к себе топать ногами он не будет счастлив ни секунды с такой мамой потому что она будет высасывать из него все силы своим пониманием вещей он будет сопротивляться всеми фибрами своей души ее присутствию поднимите руку у кого такая ситуация делайте вывод то есть стресс неизбежен стресс неизбежен в этой ситуации понимаете то есть надо реально задуматься о том от кого я хочу получать силы если я получаю силу от своего ребенка как от бога значит когда ребенок покинет меня то есть в отношениях имеется не будет хотеть со мной иметь дел это страшная ситуация жизни и так первая стадия я пытаюсь вернуться все силы то что потерял это стадия длится до тех пор пока у меня сил не закончится понимаете человек когда он что-то теряет самое главное он будет все силы отдавать на то чтобы вернуть что он потерял поэтому вторая стадия стресса называется шок значит шок когда силы закончились человек и нет сил он не может ни есть не спать он постоянно напряжение находится вот такой он нормально разговаривать не может у него нет сил где решать какие-то вопросы работать общаться думать о ком-то другом он просто находится в таком состоянии которым нет возможности ни о чем даже подумать просто оцепенение какое-то психическое потому что силы кончились человека нет возможности он просто истощен кто из вас испытывал такое состояние вот значит вы вошли в сильный стресс в ходе насколько быстро вышли из него неизвестно но вот этот шок стадия шока если она длится больше двух недель ну или хотя бы даже две недели то это значит что вы входите в длительный стресс на несколько лет а если это стадия длится пару дней значит строить но это не стресс это стрессовая реакция то есть это продлится может быть до полугода различайте эти вещи то есть если вы вышли из шока быстро смогли значит вы вышли из стресса также шок запускает длительное протекание вот этого процесса в котором человек должен вас восстать против своей безысходности должен воспрять духом это не просто сделать третья стадия называется отрицание человек пытается выйдя из шока пытается сделать вид что все хорошо он ищет людей которые ему скажут что все хорошо он ищет всяких астрологов психологов которые ему скажут что все вернется все будет нормально если он находит таких людей он потом и кстати на всю жизнь остается благодарным потому что как раз на этой стадии человеку это именно это и надо говорить что все будет хорошо в это время он правду слышать не готов те люди которым пытаются какую-то другую правду в это время говорить они его разрушают отлично гнев следующая стадия гнев означает вы понимаете что такое шок и следующая стадия они длится очень коротко шок длится две недели отрицания еще пару недель ну то есть человек фактически чтобы выйти из шока ему надо обмануть самого себя ему надо как-то откуда-то силы брать понимаете иначе он с ума сойдет кстати с ума исходит вот это когда человек не выходит из шока то это состояние психическое заболевание называется как тонический ступор я когда был психиатрической больницы там показали этих пациентов один пациент вот стоит и вот так делает рукой я говорю что он делает он мне объяснил врач что в тот момент когда у него как бы ум сломался сходит с ума сходит сразу знаете что-то сойти сразу но это пьяницей стать допустим привычку какую-то вредную заиметь это называется сойти с разума человек который сходит сразу может опять вернуться назад это не проблема мы периодически каждый день с разума сходим потихоньку расслабляемся вот сегодня сразу нас сошел меня перекормили давали давали вкус не заметил как объелся вот тоже значит сошел с разума но потом опять зашел на разум то есть это нормально а вот сойти с ума это ненормально потому что ум это каркас психический человек разум имеет подвижную природу а ум ум имеет подвижную природу ой разуме и подвижную природу поэтому ну человек сошел с разума зашел на разум это все двигается меняется а ум его нельзя ломать если он сломан то потом восстановить очень сложно И вот у этого человека ум сломался в тот момент, когда он расчесывался. Не выдержала психика в этот момент. И в этом каркасе психическом произошел сильный сбой. И в результате человек всю жизнь расчесывается, понимаете? Называется кататолический ступор. Я говорю, а где расческа-то? Он говорит, если ему сейчас расческу дать, он себе волосы раздерет 20 минут в кровь. Поэтому он без расчески расчесывается. Страшно? Поэтому не позволяйте себе страдать. Некоторые люди думают, как классно, что я за это, за все страдаю. Это вовсе не классно никому. Нет в страданиях никакой пользы вообще. Человек должен только побеждать судьбу. Он должен учиться быть счастливым. Он должен учиться к счастью, идти всегда в жизни, а не к страданиям. И так, после отрицания, четвертая стадия, гнев. Гнев означает, что человек начинает проклинать кого-то. Ему надо найти источник. Он идет к бабкам-гадалкам. Они для этого как раз нужны, чтобы посадить человека на гнев. И она говорит ему, да, все нормально, тебя сглазили. Вот этот человек тебя, он виноват в твоих всех проблемах. Вот один человек всего виноват. Вот этот вот. И он тебя сглазил просто. И человеку, а что остается делать? Он не знает выхода. Он думает, о, точно. И все. И он находит причину своих проблем. Это означает, что он остается на этой стадии гнева очень долго. Ни в коем случае нельзя оправдывать свой гнев. Не надо в это верить. Ну, гневаешься и гневаешься на кого-то. Что делать с этим? Вчера одна девушка подошла ко мне и говорит, я разгневалась на свою папу. Что делать? Я говорю, ничего не делать, раз гневалась, надо помолиться, пожелать счастья, настроиться хорошо, простить себя, его простить. И потом позвонить ему, сказать, папочка, это я вообще не обращаю внимания на то, что произошло. Это просто, ну, вот из-за того, что у нас близкие отношения, иногда вот такие вещи происходят. А так я тебя люблю, как бы все нормально. Ну, я ничего под этим не имела в виду. Поднимите руку люди, которые никогда ни на кого, на близких не гневались. Есть такие? Нет, все гневуют. Все у всех срывают крыши иногда, потом они восстанавливаются, прощения просят. Поэтому после гнева что надо сделать? Надо просто вспомнить, что ты вышел из равновесия просто и все. И сказать себе, все простите, перед всеми извиниться и опять дальше жить. Вот что надо сделать. Да, если человек из своего гнева философию создает, думает, ну, я разгневался, это праведный гнев. Вот я теперь так и буду жить в этом гневе, чтобы он доказать, что я прав. Вот этот человек свихнется. Он не сможет нормально жить. Гнева не бывает праведного. Разгневались, просите прощения. Попросили прощения? Хорошо. Если кого-то надо наказать, замечательно, это нормально. Допустим, вам надо наказать врага, он разрушил страну. Хорошо, нормально, идите воюйте, наказывайте. Гневаться не надо. Гневаться не надо. Гнев разрушает концентрацию, человек не может воевать в гневе. Надо спокойным быть. Понимаете, надо наказать кого-то, накажите. Человек совершил подлость, ну, посадите его в тюрьму и простите его при этом. Это нормально? Нормально, человек должен быть наказанным, если он совершил грех. Чего тут плохого нет? Если он раскается, ну, не сажать. Сердце прощения почувствовали, что Бог простил. Но гневаться на человека не надо. Злоба, гнев – это разрушение своей жизни. Итак, мы гневаемся на четвертой стадии. Эта стадия длится несколько месяцев. Человек ругает судьбу, там кто помешал. Или гневом становится сам человек, который его бросил. Или гневом становится источник его проблемы, или кто-то другой. Неважно, человек гневается. Потом дальше, на пятой стадии, когда он перегневался уже, ему уже надоело, он видит, что это не помогает. Имейте в виду, что все, что человек в стрессе делает, он делает для того, чтобы выйти из стресса. Он думает, что если сейчас поругаюсь хорошо, значит, мне будет легче. Больше ничего не остается делать, как ругаться. Он ругается, ругается, легче не стало. Поднимите руку, у кого эта стадия была. Легче же не становилось, правда? Легче не стало. И потом после гнева наступает следующая стадия, пятая, которая называется спор. Ну, то есть, включается у человека сердце, совесть. Он думает, наверное, не зря меня бросили. А другая часть его мышления говорит, нет, я же хороший. Мне нельзя так со мной поступать вообще. Это вон плохой, а я хороший. Ну, то есть, идет борьба в уме между тем, кто хороший, кто плохой. Стадия спора длится дольше, чем стадия гнева. Может быть, четыре-пять месяцев. После этой стадии спора наступает вина. Человек наконец-то понимает, что он плохой. И на стадии вины интересные вещи происходят. Ко мне приходит женщина. Говорит, Олег Геннадьевич, я грешница. Я говорю, замечательно. Что с вами случилось в рассказах. Он говорит, у меня муж святой, а я грешница. Я вот со святым человеком жила, греховно себя вела, вела со святым человеком. И он мне все время говорил, что ты грешница, а я святой у тебя. Я говорю, стоп, святые люди ко себе так не говорят. Давайте дальше продолжим. Святой человек смиренный очень. Он себя грешником считает. А грешный человек себя считает святым обычно. И так, я ей так уточнение сделал, она задумалась. Говорит, ну у меня исключение, наверное. Вот. Ну и вот я грешница, жила вот со святым человеком. И потом он мне говорит, я, говорит, нашел себе возвышенную женщину, а ты, грешница, теперь живи одна со своим грешным ребенком. А мы, возвышенные, будем жить отдельно. Я говорю, замечательно, но хочу уточнить немножко, что возвышенные люди никого не бросают. Они всегда остаются верными. Вот Бог дал человека, и она вот вам вот всю жизнь прожила своим мужем. Она верная ему всегда была. Вот это возвышенные люди. А грешники делают вид, что они возвышенные и бросают своих близких под каким-то предлогом. Например, нашел вторую половинку себе. И можно бросить жену с несколькими детьми. Вот это грешники так себя ведут. А возвышенные люди так себя не ведут никогда. Они терпят ситуацию в жизни. И она говорит, да, Олег Геннадьевич, а как так? Почему я вот чувствую, что он возвышенная, я грешница, мне так кажется. Я говорю, потому что вы в такой стадии находитесь сейчас стрессом. Он говорит, точно, раньше я так не думал. Что-то в последнее время мне такие мысли начинка. Ну, то есть вина, стадию вины. Человек себя обвиняет, думает, я сейчас себя пообвиняю, и все мне легче станет. И он себя шурует, обвиняет, обвиняет изо всех сил. А легче не становится, потому что Богу это тоже не надо. Знаете, некоторые люди думают, что я раскаиваться означает обвинять себя. Как один ученик подошел к своему наставнику и говорит, вы знаете, я хочу вам очень сокровенную вещь такую сказать. Он говорит, ну скажи, я такой падший. Вы не представляете, какой я падший. Я самый падший. Наставник посмотрел на него и говорит, ты не самый падший. Ты просто падший и все. Иди, что-нибудь полезное начни делать, хватит о себе думать. Ну то есть я грешный, я не грешный. Это все я, понимаете? Пока человек о себе думает, он из стресса выйти не сможет. Можно о себе и так думать, и сяк. Это все действует, неправильное чувство собственного достоинства. Оно не приводит к победе. Победе приходит, когда я от себя забываю про себя, начинаю делать что-то другим. Но в состоянии стресса этот способ не работает. Невозможно отвлечься от себя, потому что стресс делает человеку постоянную боль. Когда человек больно, 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 он не может отвлечься от себя. Он не может никому ничего сделать. Может, он будет что-то делать, но это не будет бескорыстный настоящий поступок. Он просто будет автоматически может что-то делать для других. Просто для кого-то сделать что-то в стрессе невозможно, потому что очень больно изнутри. И человек думает, вот я сейчас себя помучаю сам, без своих, чтобы чужие боялись. Вот я себя помучаю немножко сам, и, наверное, мне станет легче. И он поэтому раскаивает, скажет, я грешен, я плохой, я-я-я-я, я-я-я-я-я, ничего не меняется, все остается как было. И дальше наступает паника. Это седьмой этап развития стресса. Человек уже попробовал все, у него ничего не получилось, потому что единственный выход только один есть. А даже если человек лекцию послушал и знает в этот выход, все равно это знание очень поверхностное. Потому что надо реально в глубине в своем сердце понять, что только Бог является единственным источником, побеждающим судьбу. Надо очень глубоко это понять, иначе без этой глубины человек не способен побеждать судьбу. Итак, дальше восьмой естественный выход называется депрессия. 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 Что такое депрессия? Когда сил уже нет бороться за свою жизнь, шока тоже нет. Вроде чуть полегче стало, выхода нет никакого. И человек живет как растение. Он просто вот ходит, что-то делает, и жизнь как в тумане. То есть он смотрит на все, ничего его не радует, ни природа, ни люди, ни храмы, ничего. Он просто живет вот, и ничего его не радует жизни. В печали живет. Девятая стадия означает, что у человека в сердце что-то щелкнуло, и он решил, все, хватит жить в печали. Нужно поверить в своем сердце, что я могу быть счастливым. Поверить. Очень нужно каждому из нас знать, что счастье есть. Человек еще не знает, где находится это счастье, но он вот после депрессии, он решает, или я сейчас помру, потому что депрессия разрушает здоровье, или я должен узнать, что счастье есть, решить для себя в сердце, есть счастье. А где есть, пока непонятно. И поэтому следующая стадия какая? После депрессии. Следующая стадия – это поиск. Человек начинает слушать лекции, начинает везде все изучать, он ищет, ищет вот то, во что он поверил, что счастье есть, и он приходит на лекции, он слушает с целью понять, это это или нет. Счастье идет от этого звука, вот здесь о счастье говорят, то, что я ищу или нет. Ему не важны слова, ему важно, какой дорогой я иду. Человек в это время очень сильно интересуется, он ищет панаитию, он ищет свою счастье. И дальше, следующая, десятая стадия, когда человек нашел, он начинает идти правильным направлением в жизни, он начинает работать над собой, начинает развиваться как личность, и в это время он принимает реальность, он трезвеет. Листики распускаются, солнышко блестит, ласточка с весной в сене к нам летит, ну то есть травка зеленеет. Он начинает видеть мир, а до этого все было пустым для него. Начинает видеть, он начинает взаимодействовать с ним, у него жизнь начинает петь в жизни, потому что он правильной дорогой идет товарищи. Вот нужно эту правильную дорогу, когда выбирает человек, то все, начинает все восстанавливаться у него, все. И десятая стадия, это принятие реальности, отрезвеет человек. Одиннадцатая стадия, начало перемен. Человек начинает чувствовать, что жизнь пошла, она еще не такая сильная, она не течет, как раньше, но по крайней мере уже пошла, он чувствует, что все восстанавливается. И двенадцатая стадия, это принятие пути. Человек реально утверждается в своем пути духовном и начинает очень сильно развиваться, как личность. Та жизнь, которая была до стресса, до свидания, это фактически другое существование для него. После стресса человек заново рождается, как заново жить начинает. И у него совсем другая жизнь, уже другая реальность, другие люди вокруг, все другое. Ну, я не имею в виду, что он разрушает семью, просто он по-другому на всех смотрит, у него другой взгляд на все. Двенадцатая стадия, это возможности, Бог дает такому человеку все для развития. Тринадцатая стадия, это четкое понимание, что делать, как жить, у него появляется уже устойчивость. И четвертая стадия, четырнадцатая стадия, рост, развитие человека. Как мы с вами разобрали вот эти вот все стадии, и стресса. И я хочу вернуться к нашей лекции сегодня и немножечко... Какая песенка? Мы же разобрали с вами все. Перепесенка. В древней культуре Бога сравнивали с Солнцем, потому что Солнце Земле дает все. Оно дает возможность расти, развиваться, оно дает тепло, оно дает притяжение. Ну, то есть, все, Солнце дает все Земле, все, что нужно. В этом древней культуре Бога с Солнцем сравнивали. И... А душу маленькую с искоркой Солнца? И вот веда, как описано, как пока искорка летит от Солнца, ей нравится же от Солнца лететь, она сама сияющая, и она от Солнца летит. Она гаснет постепенно, то есть, ее жизнь становится хуже. Но когда искорка поворачивает спять, вопреки законам природы, начинает не для своих желаний жить, не для того, что мне хочется делать жить, а начинает жить по Священным Писаниям, начинает жить вопреки своим желаниям, и действует так, как не хочется мне, а как хочется Богу, потому что он через Священное Писание сказал, как надо правильно жить, тогда эта искорка поворачивается к Солнцу назад и летит туда, куда никто не летит. Все люди вокруг удивляются, ты чего так живешь, зачем, чего себя мучаешь? Делай все, как все, наслаждайся жизнью, расслабляйся, зачем ты, как бы, себя ограничиваешь в чем-то? Нет смысла. И эта искорка говорит, нет, мне нравится именно так жить, потому что я испытываю огромное счастье от этой жизни, потому что эта искорка начала разгораться. Когда искорка к Солнцу летит, она же разгорается, правда? Она становится ярче. Поэтому в детских песнях все это объясняется нам. Мы, вернее, сами это все знаем в сердце и в детских песнях объясняем детям, хотя сами ничего такого не делаем. Часто. Давайте послушаем такую песню, которая вот все правильно объясняет, осталось только это сделать самим еще. ПЕСНЯ 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 «Иди за Богом, встречая «Видите» это аллегория «За солнцем, следом» означает «За Богом, развернись назад, не иди от солнца, иди к солнцу, иди туда, Иди туда, где светит. Иди к святости, иди к законам жизни правильным. Не иди к своим желаниям, своим интересам, своим целям каким-то в жизни. Иди к Богу, туда, где свет. Иди туда, где настоящая жизнь, настоящая сила, настоящая победа. Когда человек поворачивает свой взор к Солнцу или к Высшей Истине, к Высшей Любви, к Высшему Знанию, у каждого свое представление о Боге, то человек, первое, что происходит с ним, он наполняется, он становится наполненным. У него в сердце появляется очень сильная удовлетворенность. Глубокое, глубокое такое счастье, это первый признак. Он чувствует себя очень глубоко, глубоко удовлетворенным, глубоко счастливым. И если говорить о том, кто может простить, кто может принять, кто может терпеть, кто может понять, кто может быть добрым, только человек наполненный, заполненный. Когда человек нервничает, он не может ни простить, ни принять, ни понять, он сам истощен, не умеет сил. Почему одна мать благословляет своего сына, у тебя все будет хорошо со мной, другая плачет, когда он уходит в какие-то, допустим, трудности в жизни. Но та, которая плачет, она не наполненная, у нее самой на жизнь не хватает, еще тут еще одна проблема. И она плачет, потому что ей плохо. А та, которая наполненная, благословляет, однозначает, отдает свои силы, но не хватает. Чувствуете, да? Этому дорога добра означает наполниться самому сначала. Часто люди думают, что я должен сейчас делать. Близскому человеку плохо, он в виде. Что я должен сейчас делать? Чаще всего люди думают, что я должен сейчас ему отдать все, что у меня есть. Это неправильное мышление, у тебя ничего нет. В результате человек становится истощенным, но у него нет сил даже подумать. Он все, что мог, отдал, у него больше ничего нет, он истощен. Это неправильное мышление. Дорога добра не это. Дорога добра означает настроиться на то, что наполняет. Когда человек наполнился внутри, связь с близкими через сердце протекает. Для того, чтобы им помочь, нужно настроиться на того, кто твой сердце наполнит. Поэтому, когда человек наполнился сам, дорогой добра идет. Тогда следующий куплет. ПЕСНЯ 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 о чем говорю вам сейчас, я вам говорю сейчас о мышлении человека. Точно так же человек ждет, когда закончится работа. Так мог бы в это время быть счастливым? Или человек пришел на остановку и вот так начинает глазами притягивать автобус, как будто от этого он быстрее прибег. Вот это ожидание означает неполноценность. Ну пожелай всем счастья на остановке в это время. Чего паришься? Не могу. Ждется. Вот это ждется означает, что у человека нет Бога в сердце. Он ищет себе счастье, не могая. На работе надо принять судьбу. Вот ты как бы пришел на работу и работай, принимай судьбу. Я вот очень благодарен своему прапорщику в армии. Меня мучило, пока я не принял судьбу. Как только я расслабился, он перестал меня не мучить. Он видел, что мне не нравится в армии и мучил меня, мучил, пока я как бы не решил, что мне нравится. Решил он меня, осталось в покое. Я принял просто, принял. Я в армии живу, все. А то дни считал, там часы, насечки там всякие. Зачем? Живи в армии просто и все. Расслабься. Ну, невозможно просто расслабиться. Человеку нужно счастье, он должен быть наполненным. Для этого нужно наполниться сначала изнутри. Когда человек к Богу идет, солнцу, он наполняется изнутри. И первый признак такого человека какой? Он оставляет свои заботы, падения и взлеты. Ну, упал, ничего страшного. Взлетел, тоже не надо сильно радоваться. У меня был такой случай, одна пациентка, ну, у нее сахарный диабет, я, ну, не было у меня случаев, чтобы я вылечивал инсулинозабисимый диабет. Ну, людям помогаю, потому что это все равно лечение как-то лучше им делает, им полегче жить становится. Ну, там какие-то осложнения проходят. В общем, я ее взялся лечить. Она прибегает, говорит, Олег Геннадьевич, сахара нет, я инсулины не употребляю, не колю, сахара нет, все в крови, все, у меня вылечился диабет, я говорю, вы успокойтесь вообще-то. Она не слышит меня, кричит, я вылечил за диабет. Я говорю, успокойтесь. Раз в 10 ей сказал, она вообще не слышит меня, побежала домой. Прибегает через 2 дня, говорит, сахар. Все. Почему? Потому что она слишком много счастья испытала от здоровья. здоровья береги, не обращая внимания на него. Здоровый, слава Богу, зачем это, кричать об этом. Кричишь, значит, наслаждаешься лишнего. Она как бы перенаслаждалась, и все, и я не смог дальше сделать то же самое, что ей помогло, ничего не работало больше. Это знаете, вот штангу поднимаешь, допустим, поясница заболела от излишнего веса. Хорошо. Доктор вылезти в поясницу. Мышление не изменилось. Человек поднимает дальше, еще больше, больше штангу, пока опять поясница не заболит. Но то старое лекарство уже помогать не будет. Потому что оно предназначено было для меньшего веса, чем этот, понимаете? О чем я говорю. Вот если ты поднимать меньше будешь вес, тогда это лекарство старое тебе будет помогать. Но ты не хочешь меньше вес поднимать, тебе надо больше поднимать. Так люди всю энергию лечения часто забирают просто в то, чтобы делать больше дел. И энергия лечения не идет в лечение в результате. Поэтому человек должен успокоиться просто. Первое, что человек должен сделать с собой, когда он в молитве живет, он должен научиться быть спокойным и умиротворенным. Означает принять судьбу. Оставь свои заботы. Заботы оставить невозможно. Их можно только принять. Когда человек принял заботы, его расслабило. Не принял, не расслабил. Надо принять мужа, принять жену, принять своего ребенка. Вот такой, как есть. И это называется дорога добра. То есть вот она, дорога добра. Что касается веры, как это работает, это сила веры. Вы знаете, как через молитву работает, много фильмов сейчас показывают про святых людей, как святой человек может побеждать судьбу. Посмотрите, поизучайте. Я вам сейчас включу одну песню, которая показывает, как человек, даже который не верит в Бога, может быть защищен верой, чистым восприятием другого человека. Просто чистым восприятием это помогает, спасает от смерти. Потому что Бог действует также через сердца людей. Если мы чисто и светло воспринимаем человека, то Бог начинает действовать. Поэтому очень важно святость видеть, учиться святость в близких людях видеть, видеть вообще во всем, то есть стараться видеть Бога, присутствие во всем. Если я святость вижу в близком человеке, тогда я становлюсь верным ему. Чистоту, видел чистоту, а чистота есть в каждом человеке, как во всех до одного. посмотрите, как человек от смерти спасается в результате веры в человека. Вы знаете эту песню, просто я вам напомню ее. верю в тебя, дорогой.